В эфире служба новостей Саров 24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Прямая линия с Владимиром Путиным. О чем саровчане хотели бы попросить президента? Парк усосен на новую жизнь? В какой стадии реконструкция? Икар против Чувашии. Саровчане провели домашний матч в рамках первенства ПФО. Далее расскажем обо всем подробно. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла 30 июня. Трансляция началась в 12.00. Ее можно было посмотреть в эфире крупнейших федеральных и региональных каналов. Она проходит с 2001 года. В начале было 400 тысяч обращений. В этом году более 2 миллионов. Владимир Путин привился спутником ВИИ. Об этом глава государства сообщил во время прямой линии. Он отметил, что выбрал эту вакцину, потому что она более долговременная. К тому же представители вооруженных сил прививают спутником, а президент – верховный главнокомандующий. Побочных эффектов после вакцинации практически не было. После первого укола вообще ничего не чувствовал. Где-то часа через четыре чувствовалось вместе уколы небольшая. Чувствительность появилась. После второго я сделал в 12 часов дня, в 12 часов ночи измерил температуру. Температура была 37,2. Лег спать, проснулся 36,6. Большой блок вопросов обращения от россиян был посвящен коронавирусу. Жаловались президенту на угрозу увольнения в случае отказа прививаться из-за медотвода. Глава государства отметил, что это незаконно. Спрашивали у Владимира Путина про реабилитацию после перенесенного заболевания. Интересовало жителей, как будет организован учебный процесс в школах в сентябре. Ну, скорее всего, что дети младших классов, конечно, будут ходить в школу, а в старших, но надо будет посмотреть, исходя из конкретной ситуации, как я уже сказал. Но я думаю, я надеюсь, в конце концов, на то, что все-таки мы достигнем такого коллективного иммунитета, о котором мы говорим, в том числе благодаря активному прививочному процессу и школы, и высшие учебные заведения, и предприятия малого, среднего бизнеса, крупные наши компании будут работать в обычном режиме. Речь шла о росте цен. Жители спрашивали, контролирует ли кто-то этот процесс. Рост цен на продовольствие происходит во всем мире, сказываются и ковидные последствия. Правительство приняло ряд мер по сдерживанию, заключило соглашение между производителем и торговыми сетями, выдало субсидии производителям конечной продукции, ввело повышенные таможенные пошлины. Зачастую рост цен вызван дефицитом того или иного продукта. У нас своей продукции не хватило. Вот в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. И, надеюсь, нам хватит с лихвой. Вот этот миллион как бы, вот этого как раз и не хватило. Поэтому завозят, как правило, не из соседнего региона, а как правило, из-за границы. Лишение льгот ветеранам труда – проблема, с которой люди нередко сталкиваются в регионах. Напомним, этот вопрос недавно обсуждали и в городской думе. Наших ветеранов лишили льгот, установив верхнюю планку дохода – 20 800 еще в 2017 году. До сих пор эту тему периодически поднимают, обращаются к областному правительству. У нас вообще есть такое общее правило. Кстати говоря, предусмотренные Конституцией нельзя людей лишать тех льгот, которые они уже имеют. Надо внимательно посмотреть на эту сторону дела всем нашим руководителям любого уровня. Ответил Владимир Путин и на вопрос о единовременной выплате родителям школьников. Деньги он поручил выдать и родителям шестилеток, даже если они не идут в первый класс в этом году. При этом президент отметил, что надо учитывать, что выплата разовая и лучше направить эти деньги именно на подготовку к школе в будущем. В ближайших выпусках новостей мы расскажем и о других вопросах, которые затронули во время прямой линии с Владимиром Путиным. Рост цен, тарифы ЖКХ, строительство жилья, обязательная вакцинация, ограничения из-за коронавируса, ремонт дорог. Каждый год на прямую линию президенту пишут миллионы наших сограждан. Для многих из них обращение к Владимиру Путину – последний шанс быть услышанным и решить свою проблему. 30 июня президент Владимир Путин провел очередную прямую линию. Эфир транслировался по всем интернет-ресурсам и российским телеканалам. Глава государства ответил на злободневные и актуальные вопросы граждан. Спросим у соровчан, о чем бы они хотели спросить у президента. Когда поднимут зарплату медикам? Когда уведут смертную казнь в России? Как можно прожить на пенсию в 10 тысяч? Мы бы сказали про нашу медицину. До какой степени они довели вот это здание? До какой степени они довели маслиху? Хотели бы задать по поводу ветеранства. А именно? А именно, за что ветеранов с большим стажем, вот в частности у нас в городе, лишили всех льгот? Ну и конечно, хотелось бы еще несколько вопросов. Вот по мусорной реформе непонятно. Надо бы что-то там решать, потому что приходится платить, допустим, не только за одну квартиру, но и за дом в деревне. Или есть у кого две квартиры, не проживают, они все равно приходится платить. Услуги не оказываются, а плату они берут. Мы выяснили, что большинство жителей города хотели бы получить ответ президента о зарплате, социальных льготах и состоянии медицинского обслуживания. Глава Минобранауки рекомендовал всем российским вузам проводить выпускные онлайн. Сделать это следует независимо от того, какая ситуация с коронавирусом сложилась в регионе. Такое заявление министр сделал через несколько дней после того, как на праздник Алые паруса в Петербурге пришли несколько десятков тысяч выпускников. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К уголовной ответственности человека привлекут вне зависимости от того, использовал он фальшивый документ или нет. Если вы узнали о продаже поддельных сертификатов, сообщите об этом на сайте Росздравнадзора. С 1 июля будет внедрен единый многоканальный номер для организации приема показаний индивидуальных приборов учета 999.00. Сроки передач с 22 по 25 число месяца. Также показания можно передать через сайт карты жителей Нижегородской области, через сайт ООО СБК, через абонентские пункты по адресам улицы Духово, дом 4, улица Зернова, дом 60, дробь 2, через абонентские ящики, расположенные рядом со входом в абонентские пункты. В парке имени Сосина продолжается реконструкция. Напомним, деньги на ремонт выделили благодаря победе Сарова на четвертом всероссийском конкурсе проектов формирования комфортной городской среды. На благоустройство парка в итоге будет потрачено более 110 миллионов рублей. На какой стадии работы, выясняла наша съемочная группа. В последний раз реконструкцию в детском парке на улице Сосина делали в начале 2000-х годов. Тогда там появились новые дорожки, скамейки и детский игровой комплекс. Вопрос обновления парка стоит уже несколько лет, и сейчас его реконструкция идет полным ходом. У нас провелись демонтажные работы, это 90%. Сейчас ведутся уже строительные работы. Это прокладка электрического кабеля для освещения, площадки с резиновым покрытием. Это дорожки с гравийными и брусчаточными будут. Самым сложным, по словам Василия Ласточкина, было найти поставщиков и закупить материалы. Работы на объекте идут без отставания от графика. И совсем скоро здесь начнут устанавливать игровые комплексы, спортивные площадки и зону отдыха. В проекте реконструкции учли пожелания горожан. Амфитеатр будет там для прогулок. Будут скамейки также будет. Справа от нас это будет гравийный тоже прогулочная дорога. Вдалеке будет площадка для выгула собак. Во время подготовительных работ в парке вырубили несколько десятков деревьев. В основном это были аварийные или сломанные растения, вместо которых в парке появятся молодые саженцы. Благоустройство парка планируют завершить к началу октября этого года. В летний период полицейские все чаще регистрируют заявления о краже велосипедов. Двухколесный транспорт пропадает со специализированных стоянок у торговых центров, учреждений с массовым пребыванием людей и из подъездов. Как не стать жертвой воров и защитить велосипед от угона? 18 велосипедов угнали в Сарове с начала года, 5 из них на прошлой неделе. Причем ценовая категория не играет роли. Объектом внимания злоумышленников становятся велосипеды стоимостью от 5 до 50 тысяч рублей и выше. Похищают велосипеды, которые никаким образом не заблокированы, то есть не пристегнуты, стоят в подъездах жилых домов, в тамбурах жилых домов. Соответственно, есть велосипеды, которые пристегнуты около домов, в подъездах жилых домов, к другим велосипедам, к батареям отопления, к лестничным маршам. Иногда воров все же удается вычислить. На прошлой неделе сотрудники правоохранительных органов задержали словомышленника и изъяли украденный велосипед. Еще пять преступлений остаются нераскрытыми. Чтобы избежать подобных неприятных происшествий, рекомендуют соблюдать меры профилактики. Преступления не совершаются или совершаются крайне редко в тех подъездах и из тех жилых домов, на которых установлено видеонаблюдение. Потому что в 100% случаях лица, которые попали на камеру видеонаблюдения, личность их устанавливается, и они привлекаются к установленным законам ответственности. Если вы оставляете велосипед даже на непродолжительное время, к примеру, при походе в магазин, его нужно зафиксировать противоугонным тросом. Тонкие тросы легко перекусить, поэтому они тоже не гарантируют качественную защиту двухколесного транспорта. Самый эффективный способ профилактики – хранить велосипед в месте, недоступном посторонним. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Центр внешкольной работы продолжает проект «Дворовая практика». По будням для ребят открыты несколько площадок в разных районах города. Педагоги ЦВР проводят для детей спортивные соревнования, игры, конкурсы, викторины, посвященные памятным датам из истории нашей страны. На площадке 10-й школы побывала наша съемочная группа. Футбол, баскетбол, волейбол. В рамках проекта «Дворовая практика» на стадионе 10-й школы работают сразу несколько спортивных площадок. Ребята проводят между собой различные спортивные турниры, а педагоги ЦВР организуют интеллектуальные и развлекательные конкурсы, чтобы подростки весело и с пользой провели свой досуг. По словам педагогов, каждый ребенок находит здесь что-то для себя. Будь это игры, живое общение или просто отдых на свежем воздухе. Традиционные игры, в которые вот играют у нас дети, вот сейчас они начинается игра в футбол, например, среди младших школьников. Ну, это очень интересно. Они хотя и разновозрастные, но достаточно азартно. Я считаю, что это очень важно для воспитания вообще любых детей. Пускай играют. Евгений Чегирин приходит на площадку каждый день. Женя увлекается футболом и хоккеем. И в свободное от тренировок время он всегда идет на стадион 10-й школы, чтобы встретиться с друзьями и научиться чему-то новому. Мне нравится играть здесь, потому что здесь друзья. Мы соревнуемся здесь. Как можно больше места здесь. Меня обучают, как пинать, ну как финты делать. Илья Сергеев признается, что самое его любимое увлечение – это лыжи. Он уже давно занимается лыжной секцией и добился хороших результатов. По словам Ильи, несмотря на то, что он устает на тренировках, ему всегда удается найти время, чтобы прийти на площадку и поиграть. Спортсмену нравятся все игры, но чаще всего он выбирает баскетбол. Мне вообще нравятся летние виды спорта, игр. Ну, футбол, баскетбол, волейбол. Ну, я прихожу сюда, потому что здесь хорошая площадка. Когда я перехожу один, я играю, ну, просто закидываю мяч в кольцо. Ну, чтобы тренироваться. Когда я прихожу с друзьями, там, с родителями, мы играем в минус пять, там, в американку. Педагоги и аниматоры Центра внешкольной работы ждут всех желающих активно и весело провести досуг на площадках дворовой практики по будням с 15 до 19 часов. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. Команда «Икар-2006» в этом году впервые участвует в первенстве Приволжского федерального округа по футболу. С игр на выезде наши спортсмены вернулись с победой. Среди их последних достижений выигрыш у кировской команды и у ребят из Йошкоролы. Во вторник «Икар» принимал на своем поле Чувашию. Подробности далее. Игроки спортивной школы «Икар» завершили первый круг первенства ПФО среди юношей 2006-2007 годов рождения. В очередном матче соровчане боролись за лидирующую позицию в турнирной таблице с командой спортивной школы «Чувашия». Матч оказался нелегким для спортсменов. Перед стартовым свистком температура воздуха достигала почти 30 градусов. Была жара и просто команды обе были готовлены, чтобы атаковали вдвое ворот. Целое поле прибежать было сложно. С самого начала команды боролись на равных. Ребята старались реализовывать как можно больше голевых моментов. Но к концу первого тайма ни одной из команд не удалось открыть счет. Во время перерыва игроки вместе с тренерами проанализировали свои ошибки и обсудили дальнейшую тактику, чтобы обыграть соперников. Больше концентрации надо, моменты реализовывать, борьбу не проигрывать. Во втором тайме игра накалилась. На первый план вышли морально-волевые качества спортсменов. Каждый из соперников старался открыть счет и вырваться вперед. Но захватить преимущество было очень сложно. По словам тренера спортивной школы «Кар» Алексея Сереброва, игра была трудной для обеих команд. И главный в таких матчах – это опыт. Однозначно мы разберем, конечно, сегодняшнюю игру. Достаточно сегодня было несколько совершенных ошибок. Хорошо, что ребята их смогли исправить. Но мы их будем разбирать и впредь такого не допускать. К концу матча ни одной из команд так и не удалось забить гол ворота соперника. Игра закончилась со счетом 0-0. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе. Смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипет. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!